Доброго времени суток, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать вам очень хороший бой на ТВП Т-50-51. И также сообщу вам много полезной информации. Начну я с набора Twitch Prime аккаунта Королева Мэйв. Данный набор позволит вам получить очень хорошие премиум танки себе в ангар. Само Эсме, замечательный французский барабанщик, дамагер. Потом Супер Першинг, тоже весьма неплохой танк. Потом С-2 Берлин и М4А2 Шерман Лозы. Тоже уникальный и редкий танк. В общем, набор танков весьма даже хороший. И ко всему прочему, вместе с этим набором вы получите X5 опыта, чертежи, день, према, X5 опыта еще раз. То есть, там как бы можно выбрать. И уникального командира Королева Мэйв, который из сериала Пацаны. Кто знает, кто-то в общем-то в теме, а кто нет. Ну, в общем, тогда в таком случае просто еще один командир уникальный для вас будет. И также уникальный стиль, который нигде вы больше не получите. Кто-то скажет, да такие стили в ЭГ через, не знаю, полгода будет продавать. И этого члена экипажа тоже можно будет получить. Нет, ребят, нельзя будет. Почему? Ну, потому что с Твичом, вернее с Амазоном, если быть точнее, заключен договор о правах. И данный набор можно получить только в качестве данной акции. Ну, и еще одна такая вот информация, которая меня коснулась. Это то, что сегодня, 24 октября, хотя проблема началась еще вчера, начали лагать жестко кланы, укрепрайоны. И, насколько я знаю, это не первые такие глюки. С этим связаны вообще очень много глюков, связанных с кланами. УВГ, постоянно там вылазки багуют и тому подобное. Это, конечно, очень неприятно. И хочется задать вопрос, вот как вы хотите развивать клановое направление, если вы банально не можете предоставить хорошее, стабильное, ну, в общем-то, подключение к серверам, чтобы ничего не лагало, все работало четко. В общем, не понимаю. Но, друзья, я понимаю, что вы можете выиграть золото в этом видео. Я думаю, и вы тоже можете это понять. Вам нужно все досмотреть данное видео до конца. И в комментарии указать свой игровой ник. Так что, сделайте это. Варгейминг внедряет новое новшество в режим на Хэллоуин, который будет, кстати, завтра в понедельник. Начнется он вместе с ранговыми боями. Собственно, это выбор сложности. Минимальный риск, награда за прохождение кредиты, свободный и боевый опыт, опыт командира. Но это, видимо, для тех, у кого сдают нервы. Мне кажется, для ознакомления точно неплохая сложность. Потом повышенный риск. Это четыре фазы. Награда увеличена, еще больше кредитов, свободного и боевого опыта, опыта командира. Выбор сложности недоступный при этом написано. То есть, это означает, что, видимо, еще нужно это все дело открыть. И большой риск. Это четыре фазы и износ. Не знаю, что это означает. Максимальная награда, что тоже весьма любопытно. Это максимум кредитов, свободного и боевого опыта. Также опыта командира. В целом, интересное решение от ВГ. И очень любопытно. Ну, то есть, если игрокам понравится это дело, то, возможно, в следующие свои режимы они, возможно, будут это все дело внедрять. Хотя, в ВГ уже не раз говорили, что все пытаются, там, кряхтят насчет ПВЕ режима. Но не всегда у них получается что-то интересное. Зачастую боты откровенно ужасные. Я как вспомню вот этот вот режим, ну, где там были немецкие танки и тогда, где нужно было продаживать. Они были такие глупые, как мне кажется, что как-то совсем не катит для 2020 года на фоне современных игр. Ну, это мое мнение, друзья. А вот новый танк, Кару Дасалто П-88. Танк седьмого уровня. Ну, так, показываю его вам внешне, чтобы вы заценили, посмотрели на этот танк внимательно. Ну, и, в общем-то, возможно, сделали какие-то выводы. Я лично для себя сделал вывод, что это очередной картонный танк, которых уже просто навалом на этих уровнях, который будет шкериться где-нибудь за твоей спиной. Ну, что не очень-то и хорошо. Жалко, что на седьмых уровнях нету такого нормального тяжа. Ну, если есть, то их мало. Сейчас даже не вспомню. Который реально может протанчить нормально. Только танки на восьмом уровне неплохие для того, чтобы там продавливать. Ну, мое такое вот мнение. Ну, и, друзья, хотел бы рассказать вам весьма интересную информацию, которая мне поступила. Заключается она в том, что разработчики хотят ввести глобальную компенсацию за чертежи. Дело в том, что чертежи не совсем доделаны. То есть, иногда они полезны. Но, зачастую, вот, человек играет, играет, ему попадаются чертежи, которые, ну, вообще нафиг ему не нужны. И, собственно, первое изменение, которое будет, это можно будет выбрать чертеж для нации, который тебя устраивает. В дальнейшем такая вот система будет. Но это еще не все. Ну, конечно, кто-то скажет, что инфа старая, но послушайте внимательно. Дело в том, что данное изменение, оно планируется уже на конец 2020 года. То есть, там выйдет такой вот новогодний большой патч с итальянскими танками. И, собственно, там будет внедрена компенсация за чертежи, которые есть, в общем-то, у вас сейчас. То есть, если у вас накопилось много чертежей, то в таком случае вы будете получать больше, гораздо компенсацию. Но дело в том, что как-то очень сложно в данной ситуации никого не обидеть. Вега сами так говорили. То есть, тут можно как-то что-то отобрать у человека, но не то, что нужно. И потом он пойдет там на форум вайнить. Хотя ВГ, конечно, не всегда на это обращать внимание. Но если сотни и тысячи людей там побегут все это дело оформлять, ну, ВГ, конечно, будет, я думаю, точно фигово от этого. Так что, что из этого стоит вывести? Ну, какую информацию? Дело в том, что, ну, чертежей много у многих игроков, я думаю. И чем больше у вас будет становиться чертежей, тем больше у вас будет компенсации. И ходит, в общем-то, такая информация о том, что в некоторых случаях даже вы сможете открыть какие-то совершенно уникальные танки, за эти чертежи, которых раньше вообще, ну, нельзя было открыть. Там ту же Бабаху и, ну, что-то подобное. То есть специальные будут чертежи для таких вот танков, типа Бабахи и так далее. И вот как раз будет компенсация, которая будет с этим связана. И если вы сможете накопить много вот этих чертежей, уже накопили, то при огромной компенсации таких специальных чертежей вы, в общем-то, будете, я думаю, очень даже хорошо награждены. Поэтому из этого следует вывод простой, что чертежи нужно копить. В любом случае, компенсация 100% будет. Тут, конечно, нужно ждать официальных отзывов от ВГ, но именно как они планируют это все оформить. Но вы сможете еще и получить те чертежи, то есть обменять старые чертежи на новые для той нации, которая вам точно нужна. Вы откроете там нужную имбочку себе, то есть вы там, может быть, накопили сейчас этих чертежей на нацию, предположим, СССР. А вам не нужно, в общем-то, чертежи на СССР. И вы сможете без потери чертежей вот этих вот поменять их на чертежи другой нации, той, которая вам нужна. Так что такие вот дела, друзья. Ждем все это дело в ближайшем будущем. Ну и какие танки, например, можно будет открыть за специальные чертежи? Ну, можно открыть Бабаху и, я так думаю, и подобные танки, то есть те танки, которые в свое время были выведены из игры. Ну или каким-то образом уже их получить нельзя. Кроме того, друзья, за монеты в новом режиме на Хэллоуин можно будет приобрести довольно-таки много разнообразной халявы. Тут и учебные брошюры для разных наций, тут и всякие дополнительные другие плюшки, такие как там резервы, даже есть резервы на кредиты. Ну и уникальные другие награды в виде, например, 3D-стилей даже. Так что, ну, отличная возможность накопить вот эти вот монеты в данном режиме. Кроме того, друзья, вы можете активировать бонус-код, ну, в общем-то, выходного дня. Так что у вас последний такой вот момент, чтобы активировать данный бонус-код в понедельник. Он уже будет неактивен, поэтому, если этого еще не сделали, может быть, уже сделали, потому что бонус-код в пятницу появился, то, в общем-то, рекомендую сделать. Сам бонус-код находится в описании. Ну и что я могу сейчас сказать, друзья? А я могу сказать, что готовимся к жестким соревнованиям в Хэллоуине, ну и также в ранговых боях. То есть, прям, действительно, гигантское количество мероприятий нас ждет. И я не знаю, сколько там нужно будет играть, чтобы это все дело получить. Мне кажется, прям, реально, очень-очень много. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю вам удачи. Пока.